Удивительно совпало, что 2019 год совпал астрологически с темой гор. Это как раз энергии Сатурна и Козерога, по которым он проходит. Она очень горная такая энергия, очень такая стабильная, очень мощная, силовая и очень целеустремленная. Это, конечно, особое явление. Но для меня еще 2019 год важен тем, что именно 25 лет назад в горах произошли для меня важные события. Какие именно, вы можете узнать в отрывке из книги, которую я опубликовал в доступ. Можно найти этот отрывочек и посмотреть. И, конечно, в 2019 году у меня будет очень много гор. Будет появляться много гор. Темы гор для меня стали очень значимы. Я могу смело сказать, что я там получил дар гор. И этим даром гор я делюсь. У нас есть виртуальные группы. И, будучи их участником, вы даже получите в подарок подобные картины гор от меня. Моей личной работы. Что сказать про горы? Горы, конечно, стихия мощная, сильная. И в курсе «Гора удачи» один из наших курсов, как раз в котором мы формируем эффект стабильности. Эффект горной такой крепости практически. То, что является залогом хорошего развития и движения к цели. К той вершине, которая у нас будет в горах находиться. Это, конечно, такой небольшой набор моментов, которым мы туда закладываем внутренне. Что касается внешнего содержания. Данная работа у нас будет выполняться очень современным способом исполнения. Это мастихиновая живопись. Инструмент, с помощью которого делаются картины. Такой будет у нас необычный. Но в нем появляются очень красивые эффекты и текстуры, которые хорошо подчеркивают структуру гор. Их вот эта вот рельефность, вот эти все особенности, которые в горах обычны. Мастерин нам откроет эти секреты. А я вам покажу, как это сделать. Очень необычная планетарная картина сейчас на небе. Статурн проходит через знак Козерога. Идти он там будет долго, два года. Можете прогуглить, чем чревато это прохождение, какие у него будут особенности. Но от себя могу добавить то, что очень полезно в этот период создать горы. Очень здорово. Потому что горы как раз очень хорошо отображают именно эту энергию. Уравновешивают ее. Немножко нивелируют моменты, которые там могут быть очень жесткими, очень острыми. Вы это все можете смягчить. Потому что горы это защитная энергия. Это та твердыня, которая оберегает, хранит и успокаивает многие процессы, которые происходят. Во Вселенной сейчас интересные процессы. И рисуя горы, мы с вами можем синхронизироваться с этими процессами. Быть в потоке этих процессов. И двигаться вместе в парике этих изменений. Причем гармонично. Причем гармонично. Причем гармонично. Причем гармонично. Причем гармонично.